Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать обратно в Warlock TD проходит оружелие. Ох, столько времени прошло, тысячи лет прошли с того момента, когда я играл в оружелие. Ну, на самом деле не тысячи лет, два дня я, по-моему, не играл. В общем, два дня я не играл, за это время многое изменилось. Тысячи лет прошли, тысячи событий случились, тысячи королей сменили свои троны. Ну, даже президента в Америке еще не выбрали. Так что, на самом деле, ничего такого уж катастрофического не произошло. Тут важно понять, что. Что мы проиграли прошлый забег. Собственно, поэтому я роботом и играю, потому что... Ну, такая вот фишка у нас, мы роботом играем, когда проигрываем, потому что я не уверен, что им вообще можно стабильно выигрывать. Но, в принципе, дракона мы довольно часто убиваем роботом. Я бы сказал, практически постоянно дракон у нас складывается, когда мы играем роботом. Давайте сегодня попытаемся... Попытаемся сегодня Лича завалить роботом. Я думаю, что, конечно, шансов у нас немного, но мы будем пытаться и будем биться головой об стенку, пока там не пробьем здоровенную дыру в этой стенке. Ну, а что делать, да? Мы же не можем всю жизнь сидеть и бояться. Ключ этот подбирать не нужно было, если ты собираешься не сидеть всю жизнь и не бояться, да? Ключ этот подбирать не надо было, надо было его оставить. Ну, а это как-то пофиг. В общем, расклады такие. Играем роботом, попробуем убить Лича роботом. Мы это делали ровно один раз. Ровно один раз мы убивали Лича роботом. И я это сделал, как бы, для того, чтобы игра у меня была завершена на 100%. Хотя, ну, физически в Стиме не нужно убивать Лича роботом, чтобы на 100% завершить игру. Но я это для себя. Для себя мы это сделали один раз. У нас там был метроном, еще что-то такое безумное. Мы, в общем, это у нас получилось. И, кстати, обратите внимание, что нам броня просто в комнате дропнулась. Я бы это воспринимать готов как знак доброй воли. Знак доброй воли со стороны игры, что она нам позволит. Она нам позволит победить, позволит жить и не тужить. И по-французски говорить. Почему по-французски? Потому что французы это шикарная нация. Они придумали такие вещи, как вино, лягушки. Ну, в смысле, лягушек они, конечно, не придумали. Но они их жрать начали первыми, насколько я знаю. Между прочим, лягушачьи лапки. День википедических знаний от Варлока. Если вы думали, что вы еще не всю хрень на Википедии прочитали, то Варлок вам сейчас расскажет, что он прочитал, чего вы не прочитали. Что, первый раз лягушек во Франции начали есть обычные крестьяне, потому что у них жрать было нечего, и они жрали лягушек. Так что, ничего особенного в этих лягушачьих лапках нет. Тут тоже мне национальное блюдо французское. Что нужно роботу? Что нужно роботу для победы? Так, беспалевный переход от французских блюд из лягушачьих лапок к собегу обратно. Не палимся, не палимся. Не смотри ему в глаза. У, два ключа, окей. У нас есть, у нас есть ключ. Знаете что? Поскольку мы играем роботом, и мы настроены на победу, мы настроены убить лича, я, может быть, выберу пойти на секретный уровень, в канализацию. Я подумаю на этот счет, но не уверен, не уверен. Маленький бомбардир, кстати, увеличивает мое желание ходить в канализацию, потому что, во-первых, халявные секретные комнаты, во-вторых, хороший стартер, ну как хороший, вменяемый стартер для начала игры. Во-третьих, в-третьих, даже в-третьих ничего нет. В-третьих мне хоть какое-то оружие нужно было. Конечно, я бы предпочел, чтобы здесь была рельсовая пушка, но ты не можешь, когда идешь там за чем-нибудь на рынок, сразу рассчитывать, что ты это себе самое лучшее купишь, и все, с первой попытки. Никогда этим не пользовавшись. Ну, например, идешь ты бритвы покупать, да? Ты можешь прочитать 100 тысяч обзоров в интернете по покупке одноразовых бритв. Я, кстати, пользуюсь одноразовыми бритвами, и я понимаю людей, которые пользуются станками, но я вот не уверен на этот счет, насколько, блин, может станка хватать, для того, чтобы он стоил в магазине полторы тысячи, потому что станки, которые я видел в магазине, они стоят под полторы гребаные тысячи денег. Это как вообще? Это нормально считается? Ладно. Допустим, ты идешь покупать бритвы, если ты никогда бритвы не покупал, допустим, ты только начал бриться, ты сбрил свои первые гусарские усы, и ты только начинаешь бриться, или ноги ты бреешь, если ты девушка, или ты не бреешь ноги, если ты девушка. Ну, в общем, ты по-любому провтыкаешь, ты по-любому купишь, скорее всего, 99%, что ты купишь не те бритвы, которые тебе потом в итоге будут больше всего нравиться. Хотя ты старался, ты, может, даже в интернете что-то почитал, на обложке посмотрел, спросил знакомых, да? Папу спросил, вот это, наверное, самый такой вариант. О, какой класс. Медальон сердце, полярис за 65, вообще полярис... Две брони, вау. Полярис за 65, вот это мне интересно. Кстати, в красном сундуке мы получили гребаные электро... чего-то там, как это оружие называется, я не могу вспомнить, хоть мне пистолет в голове представлять. В общем, плохую пушку получили в красном сундуке, и все, точка. Можно дальше... обсуждение дальше можно не вне виски, дебаты не требуются. Эта пушка плохая, ее никто не любит, с ней никто не будет дружить, когда она вырастет. Но это не можно изменить. Всего лишь пушка. Тебе нужно поверить в себя и стать лучше. Вау! Вау! Сумочка сердца. Ну да, естественно. Куда, блин, без этого? Куда же без этого? Ну, секретная комната. Ты чего? Открывайся. Ай, елки-маталки. Я не знаю, зачем я, кстати, пустышки, экономлю, но, видимо, надо. Уу, броня. Так, мимик? Нет. Броня? Красные сердца. Ну, увлечение здоровья нам на выпадала целая куча на этом этаже. Что тут сделаешь? Ну, так что? Наполярис у нас не хватает. Медальон сердца нам не нужен. Доспехи по 25. Тоже два доспеха не можем купить. Доспех и ключ не можем. То есть мы должны здесь выбрать что-то одно. Знаете, я сделаю выбор. Я куплю доспех, и я не пойду на секретный уровень. Почему я не пойду на секретный уровень? Хороший вопрос. Потому что... Опасаюсь. У нас все-таки... Все-таки вот этот удар грома я тратить не хочу. Просто так, направо и налево. Я не горю желанием удар грома использовать прям вот постоянно. И тут возникает ситуация, что я его хочу именно на босса оставить. А в комнатах-то да, нам что? Просто обычную правую руку робота использовать? Ну, правая рука, она нормальная. Она окей. Поймите меня. Я знаю, что она в порядке. Все равно это немножко не тот. Немножко не тот уровень, который требуется для прохождения канализации. Я понимаю, что это, возможно, ошибка. Возможно, возможно. Намного лучше было бы туда пойти. Там в комнатах деньги падают и все такое. Но я боюсь. Я так посмотрел, сколько у нас много брони, какой мы хорошей ситуации в этом плане. И захотел ничего не испортить. Потому что я боюсь, я боюсь просто все испортить. Что неправильная логика, конечно. Но... Что сделаешь, да? Мы приняли решение. Мы пошли на следующий этаж. Так. Поскольку мы играем роботом, что на этом этаже я хочу видеть? Ну, естественно, любой кусок оружия рыцаря. Но это как бы не обсуждается. Я про это больше не буду говорить. Потому что это понятно, что куски оружия рыцаря для нас идеальный вариант. Просто идеальнейшись. Ничего другого нам в жизни не нужно. В комплект оружия рыцаря собрать, и мы счастливы, да? Но если нет. Если не куски оружия рыцаря, что тогда? Что же тогда? Если не предметы, дающие броню. Что тоже понятно. С нашими оружиями. С нашими оружиями. С бомбардиром конкретно. Самонаводящиеся выстрелы были бы хороши. Даже очень. Потому что возможность зайти в комнату и выстрелить наугад. Вау. Вот это я зря провтыкал. Ну ладно. Это не смертельно. Провтыкали удар, пофиг. Не этот. Главное не впадать в депрессию из-за этого пропущенного удара. Это не конец света. Далеко. Хотя, может, конечно, именно этого удара не хватит, чтобы Лича убить. Но пофиг. Даже если мы не убьем Лича, мы уже слили нашу серию побед. Так что, как бы... Ну, я слил серию побед. Я расстроен немного. Слегка. Но не очень. Так же расстроен, как когда прихожу вечером в магазин и там нет моего любимого кефира. Вы пьете кефир в магазине? Бывает, что вы заходите, а покупаете кефир и пьете. Я понимаю, что я звучу сейчас как скучный 80-летний дед. Но я люблю кефир. Очень. Больше, чем всякие кока-колы. Больше, чем пива? Вряд ли. Но больше, чем пепси, например, точно. Правда, кефира много не выпьешь. Кефир это такое дело. У меня еще к кефиру есть претензии в плане того, какой я кефир люблю. То есть, я не любой кефир пью. Мне нужно, чтобы кефир был именно такой кислый-кислый. Какой бы пример привести, если вы не пьете кефира? Он на вкус похож на соленые огурцы, что очень странно. Но давайте, слушайте меня дальше. Похож на соленые огурцы, только эти соленые огурцы, они имеют... Если я скажу припуск молочных продуктов, то это будет непонятно. В общем, это соленые огурцы, только жидкие. Да? Причем соленые огурцы не вот те маринованные, которые продаются в банках. А огурцы соленые, именно соленые, которые либо в бочках вы покупаете в супермаркетах, либо на рынке у бабушек, что, я не знаю, практикуются во многих местах или нет. Либо... Либо такие огурцы соленые еще продаются, бывают в пакетах, такие как в... Немножко в воде и в пакетах. Оп. В общем, да, про соленые огурцы закончили, потому что тут перебанная сучка против нас сегодня воюет. Патрона Конда. Ну, вы знаете мое мнение насчет патрона Конды. Она может лососнуть моего тунца раза три в день. Потому что ненависть не знает пределов. Ненависть не знает пределов. Пускай она меня ведет к темной стороне, к светлой, к красной, к зеленой. Блин, к серобуро-пашкорябанной. Но мне как-то все равно. Я ее ненавижу. Ооо, как же я ее ненавижу. Как я ненавижу эту тварь. Просто... Ну, ладно. Ладно, хорошо. Все нормально. Все нормально. Убиваю ее призванные... Ооо, она его съела. Нет, она его не съела, он умер. Это есть хорошо. Окей. Нам не нужно получать здесь больше урон. Даже если мы не получаем здесь патрон мастерства, нам пофиг. По большому счету нам пофиг. И она полечилась. Она полечилась, естественно. Естественно, она полечилась. Добей ее, добей ее, добей ее, добей ее, добей ее. Мы ее добили, мы ее добили. Ууу. Два брони. Окей, все прощено. Все прощено. Патрон окон даты была прощена. Правда, заколь ты с АА, я тебя сильно не поблагодарю, но хрен с тобой. Электропушка, кстати, это первая, первый кандидат на пожирателя. Это по-любому. Еще мы хотим, конечно, пойти в зеленый рот. Я о нем пока что молчу, но он там есть. Там зеленый рот есть, и мы туда хотим. Естественно, мы там хотим, например, А-ключ 47. Либо ключ, который открывает все двери, ключ от всех дверей. Для этого нам надо 100 денег насобирать. С моем или нет, как вы думаете? Я ставлю, что, скорее всего, нет. потому что вот в этой комнате мы уже почти ничего не получили. И вот эти противники тоже не дают деньгу. Ау, ау, нет, 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 нет. Вау, целая одна деньга. Последняя комната, мы туда, туда, короче, не попадем. Ну, либо нам нужно проклятие, нам его никак не получить. А, вот, не последняя комната, но тогда, может, еще не все потеряно. Может быть, не все потеряно, если деньги начнут падать. Что-то их пока не видно. Там король-стрелок, я вижу короля-стрелка. Но нам намного важнее зеленый рот. Намного важнее зеленый рот. Прямо в десятки раз важнее. Ловенька, здоровья. Король-стрелок. Короля-стрелка тоже терять бы не хотелось. Возможно, придется проходить его комнату, не платя ему ничего. Было бы обидно, но я это сделаю. Я это сделаю, игра. Лучше иди мне навстречу, иначе я это сделаю. Ну, игра бы, наверное, была не против, если бы я решил не использовать короля-стрелка. У нее бы шансы на победу увеличились у игры. Я так говорю, как будто игра живое существо. А, может, так и есть. 79. Реально ли нам получить 20 денег в комнате, которую охраняет король-стрелок? Я скажу, что нереально. Значит, как мы можем попытаться пройти в зеленый рот? Нам нужно проклятие. Туда пускают с проклятием, которого у нас пока что нет, но оно может появиться. Значит, тогда, знаете что, попробуем, используем тогда короля-стрелка, может, он нам даст проклятый предмет. Как вам такая идея? Не пользуясь ничем, кроме клобби. Зашибись. Надеюсь, что этот бой пройдет успешно. Я, кстати, экономлю наш активный предмет, который воду разбрызгивает, потому что он нам может пригодиться для того, чтобы все-таки зеленый рот применить. А-а-а, получили урон. Чтобы применить зеленый рот по назначению, потому что если в него водой брызнуть, он нам предмет какой-нибудь даст на халяву, что тоже неплохо. Не так круто, как магазин, который там находится, но хрен с ним, что это ты? Да что ты будешь делать? Неужели? Свершилось чудо. Проклятое, что-нибудь проклятое. Пулевой идол, это не проклятое, и кроме того, это плохое. Ну ладно. Мимик? Или мне показалось? Показалось. Секретной комнаты тоже что-то не видно. Окей, ладно, открываем. Красный шарф. Красный шарф, собственно, нас убил. Красный шарф нас убил на прошлом заходе, либо моя тупость меня убила. Я предпочту думать, что все-таки моя тупость. Мы красный шарф будем использовать. Также, поскольку мы в зеленый рот не идем, то поехали тогда на следующий этаж, да? В деревянном сундуке там будет оружие, оно меня не особо интересует. А, пойдем брызнем в зеленый рот водой. У него надо выстрелить водным оружием. То есть, мы даже это не сможем получить. Ну, ладно. Ну, ладно. Водных оружий у нас не имеется. Окей. Окей. Значит, берем ключ, берем доспехи и поехали. на нет и сюда нет. Да? Не сюда нет, не туда нет, никуда нет. Секретную комнату тоже не нашли. Ну, ладно. Что сделаешь? Или вот это она тут? Нет. Точно нет. Окей. Поехали на следующий этаж. Я пока что выпью кофе. Вкусный кофе. Сладкий. Вообще-то не сладкий. Я обычно пью не сладкий кофе. А кефир рекомендую попробовать. Вообще, рекомендую пробовать практически все. Ну, смотри. То есть, я рассуждаю так. Очень легко что-нибудь не любить. Очень легко не любить саму идею какой-нибудь еды. Например, можно не любить идею бычьего члена как еды. Да? У меня была собака, я ее любил. Она съела бычий член, я ее убил. Не, ну, серьезно. У меня была собака, и у нее был пяленый бычий член. Ну, в смысле не то, что у нее был член размером бычий, потому что она была большая. Это была маленькая собака такса, но у нее был вяленый бычий член. И она его ела. И, в принципе, ничего плохого с ней не случилось. Поэтому, я думаю, что людям тоже... Короче, нахрен. Сейчас, сейчас этот красный шарф пойдет нафиг. Эм. Я говорил про бычьи члены, да? Про то, как их есть, надо. прощай, красный шарф. Да, смысл в том, что легко очень не любить идею какой-нибудь еды, да? Например, я не люблю идею маринованной капусты. Да, вот не любил я идею маринованной капусты и оливок маринованных. Почему-то мне казалось, что маринованные оливки, ну, обычные оливки, собственно, у нас по-другому обычно не едят. В общем, мне казалось, что маринованные оливки, это будет чертов. Я хрен знает что, но почему-то мне вот идея маринованных оливок всю жизнь не нравилась. Потом, в какой-то момент, по-моему, мы Новый год с Женей дома праздновали и как бы проводили время вместе и всякую еду ели, ну, потому что мы как молодая семья, у нас там что было, то было и ели. По-моему, у нас были эти оливки, я решил их похавать. И я похавал оливок, решил так, ну, думаю, сейчас переборю. Я решил подумать, что, скорее всего, если я их начну пробовать и они мне покажутся невкусными с первого укуса, сто процентов подумал я, что сейчас влияет на мое восприятие, влияет моя предвзятость. То есть, мне все время не нравилась идея оливок. Я их никогда не пробовал, но мне все время казалось, что они невкусные. Либо я их пробовал очень давно, давно очень, когда маленький был. Дело в том, что когда ты маленький, когда ты здоровенный, у тебя две разные вещи, твои вкусовые рецепторы меняются с годами. Ну, и это не просто на психологическом уровне, это абсолютно доказанный... Я не думаю, что я хочу открывать это пока что. Это абсолютно доказанный научно факт, что вкусовые рецепторы изменяются со временем. Какие-то там химические процессы происходят в организме. Поэтому, поэтому очень, очень важно, я считаю, в жизни пробовать еду, которую ты раньше... Раньше тебе она не нравилась, периодически ее пробовать. Я не говорю, что действительно надо пробовать бычьи членов. Боже, ну, я понимаю, что идея некоторой еды может быть абсолютно безумна для вас. Ну, и для меня тоже, наверное. Я не знаю, что бы я не стал есть, но что-то, наверное, не стал бы. Пирожок с мясом. Вау. Увеличение урона в два раза, пока мы не получим урон. Окей. Сделаю это. Будем надеяться, что я с этим пирожком сыграю хорошо. Ну, в общем, да. И вот с оливками эта история, конечно, меня наставила на путь истинный. Я начал пробовать еду практически всю. Практически что? Я сейчас готов, наверное, все что угодно попробовать, ну, кроме человечины. Человечину я отказываюсь есть. Они грязные, во-первых, даже если вы мне скажете, что человек специально выращенный, чтобы его съели, я скажу, какого хрена, я позвоню, во-первых, в полицию, и даже не сомневайтесь. Тут же, моментально, звонок будет в полицию. Так, мне очень не нравится, что волшебник решил проклясть именно эту огненную хрень. К счастью, снайперский выстрел убил волшебника. Нас так просто не возьмешь, сучки Окей, поехали дальше Знаете что, этот забег мне не нравится Этот забег мне не нравится Единственное, что меня сейчас радует, это бомбардир Но бомбардир, его хватает ненадолго, как бы Бомбардир, он будет поскольку-поскольку нас тащить Рано или поздно настанет момент, когда мы должны будем повзрослеть и начать тащить себя сами И этот момент, чем дальше, тем круче оттягивается у нас, почему-то К тому же в бомбардире осталось 13 блин выстрелов Я хочу напомнить, кстати, что нам патронов не выпало с начала забега ни одних Вообще ноль Чуть меньше одного В смысле ноль Если вы используете целые числа Если вы используете дробные числа, то идите в другую игру, в этой игре дробные не используются Вообще-то используются Проклятие тут, например, отчисляется в половинках, насколько я понимаю Так, дядя, лови Вот, вот, вот о чем я говорю Главное поныть немножко и все будет Мы наносим сейчас двойной урон, да? Я же не пропустил урон от пирожка Ну, после того, как пирожок принял, я же не пропускал урон Надо, кстати, внимательнее быть Да, если потребуется использовать пустышку, потому что пирожок очень важен для нас Мы сейчас так тащим, наверное, только из-за него Да, походу урон у нас пирожковый Потому что так бы мы не смогли бы из двух выстрелов убивать Врагов Да, сто пудов Урон пирожковый Это хорошо Пирожок надеет, что он нас затащит до конца игры Что мы до конца игры не получим урона Ну, хотя это маловероятно Но мы попробуем Мы попробуем У-у-у-у, пацаны, вы что? Вы видите, что делается? Ну-ка, ловите бомбу О, одного Так, лазер, лазер, лазер Хорошо От двоих, вау Кто еще? Знаете, я хочу активный предмет Срочно Сменить Что-нибудь защитное Зелье свинцовой кожи Древнюю пустышку Что-нибудь Здесь у нас будет... А что мы на этом этаже подобрали? В первом сундуке что было? По-моему, оружие По-моему, там было оружие А, по-моему, револьвер весельчака По-моему, револьвер весельчака Значит, здесь пассивка Хотим мы пассивку или мы хотим комнату с лицом? Наверное, комнату с лицом А, мы можем и то, и другое А-а-а, да Иммунитет к яду Это нормально Это нормально, иммунитет к яду пригодится А там либо девчонки, либо зельта Я надеюсь, что там, конечно, зельта Потому что девчонки мне нахрен не нужны Хватит у нас денег 30 надо Ну, значит, сначала на босса пойдем Да? Так-то этаж исследован Какие этажи у нас маленькие? Вообще жесть Ну что, револьвер весельчака или электроштудар грома? Наверное, револьвер весельчака получше будет Вау Револьвер весельчака с двойным уроном Это очень-очень-очень хорошее оружие для уничтожения боссов Вау! Мама! Наслечат не те врачи Хорошо Все нормально, все нормально У него осталась фигня Не спеши Используй удар грома Все используй, что у тебя есть Добей его, пожалуйста Есть, детка! Мы его убили Ух! Хорошо, очень хорошо Двойной урон пока что у нас остается Пассивка, которая нам выпала Меня не радует Оружельский перец Еще один предмет, который я готов продать У нас дохрена на продажу У нас раз, два, три, четыре Все предметы пассивные я готов продать, если честно Патроны возьмем для револьвера Так Секретная комната У нас есть возможность на халяву открывать секретные комнаты И мы их не можем найти вообще Давно у нас такого не было С секретками Эта секретка, кажется, мерещится У нас есть 30 Я открою, я открою персонажей Девчонок, либо Зельду Будем надеяться, что девчонки Ой, Зельда, то есть Нет, только не девчонки А О боже Все, мы победим Я чихнул Это был счастливый чих Он был четырехлистный Как клевер Это Зельда Зельда, дай мне Дай мне Зельда, скорее Я возьму у тебя все Э Вы прикалываетесь Вы, должно быть, шутите Вау 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 Окей, игра Иди нахуй тоже Да, это было весело Это было замечательно То есть, если вы не поняли, что произошло Я открыл Зельду Зельда говорит, открой всю карту А я говорю, я всю карту вроде открыл А Зельда говорит, нет, вот там вот в той же комнате, которую ты открыл за ключ Есть еще одна комната, закрытая на ключ Вот если ты ее откроешь, тогда Я тебе засчитаю открытую карту Короче, мы потеряли ключ просто так Смысл в том, что мы просто так потратили ключ Что не конец света далеко, но Обидно Очень обидно, потому что эти деньги могли уйти на что-то более полезное Чем просто так открывать двери Ненужные Ну, это, конечно Я ничего не разбираюсь в геймбалансе В программировании И в геймдизайне Вообще не разбираюсь Абсолютно ничего в этом не понимаю Но у меня такое чувство, что, конечно, такие ситуации должны возникать Никогда Хотя, если быть на 100% честным Это было смешно Это было окей Я, если честно, я, конечно, сказал слово на букву Х Но На самом деле Чувство юмора у меня есть, и оно как бы сработало У меня чувство юмора на такие штуки как раз срабатывает хорошо Поэтому В каком-то смысле я был доволен, что это случилось Это не так часто случается Если быть на 100% честным То это у нас Второй раз, наверное, за все время бывает с Зельдой Такая ситуация, когда мы открываем ее А там еще одна закрытая комната Ну, в комнате с Зельдой у нас В первый раз закрытая комната Обычно это Магазин закрытый остается еще на этаже Ну, опять же По-моему, второй раз это у меня Или третий За 400 часов вооружение Так что я париться не буду Покс-пушка это круто Однокронно, это отстойно Она уже поздно для нее Она нам не пригодится Вот это очень хорошо Сюда мы Со старту Без разговоров Продаем Йенто И Йенто Насчет оружельского перца я подумаю Хотя хрена ли тут думать Нам сейчас куча денег нужна Нам покс-пушку покупать Нам броню покупать Нам ключ покупать Оружельский перец тоже идет И иммунитет к яду туда же идет То есть это все оружие Это все пушки, которые В смысле пассивки Которые могут быть полезными А могут быть бесполезными Покс-пушка 100% будет полезной Доспехи, ключ 100% будут полезными Но с этими штуковинами Я тоже подожду Пока что не будем торопиться Покс-пушка будет Нашим основным оружием Это без вариантов С двойным уроном Она должна разрывать Но к двойному урону Лучше сильно не привыкать Лучше сильно не привыкать Когда-нибудь он закончится Когда-нибудь пирожок пройдет Наверное Надеюсь, что никогда Но Уже сколько раз я пытался Аааа Иммунитет к яду Не надо было продавать Надо было его оставить Потому что у нас Покс-пушка Я дебил, короче Ну Как обычно Если бы я Знал, что у нас будет Покс-пушка Я бы не брал иммунитет к яду Я это говорю Когда я его продавал Для того, чтобы купить Покс-пушку Вау Нет 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 Я не теряю пирожок Против этих Этих Ублюдков мелких Что угодно Только не это Вот против вас Пожалуйста Да Я это говорю Притом Говорил про Собственно Покс-пушку Продавая Иммунитет к яду Но Надо было использовать пустышку Пирожок потерян Ну ладно, это должно было случиться рано или поздно Пройти всю игру Не получая урона нереально И так долго держался Ну, конечно, не самая сложная комната далеко Так, мистер скелет Спокойно Хорошо, очень хорошо Что мы хотим в сундуках на этом этаже Что угодно защитное, что угодно пассивное Что угодно активное У нас этого нет вообще У нас есть несколько пушек нормальных И они бы стали очень хорошими, если бы у нас любые пассивки были Любые эффективные пассивки Но их нет Но у нас еще два сундука на этом этаже Правда, в магазине только один ключ Это не радует Но будем работать с тем, что есть Опять скелет Ну, я вам скажу, что скелетов, конечно, развелось дофига Пора проводить Какую-нибудь политику Которая будет призвана снизить их популяцию И популярность Не-не-не-не-не-не-не Скелет, ты не понимаешь Да я Иди за мной Пойдем к твоему Любимому скелету Пойдем-пойдем-пойдем Куда пошел Красота Пассивные предметы урон или защита Наверное повышение урона я все равно предпочту Несмотря на все наши проблемы с защитой И то что роботу нужна защита чтобы жить Я бы все равно выбрал Любое увеличение урона Хоть что-нибудь Потому что с этим у нас конечно будет проблематично Как только мы перестанем использовать Покс-пушку Если она заканчивается мы в попе Я бы предпочел этого избежать конечно Посмотрим как пойдет О комната с мелочью Так тут надо быть аккуратней Тут вообще лучше патроны не тратить Так Если быть по хорошему уже То лучше да Вот так вот делать Красное сердце Супер полезно На каждого противника я не буду переключаться На стартовое оружие экономить Не-не-не Это не катя Вау мы нашли босса Так сразу В принципе В принципе Почему бы и нет Да Можно даже купить пустышку дополнительную А вот это наверное не очень хорошая идея Эта стена Наверное самый легкий босс На этом этаже Но Все равно опасный На этом этаже совсем уж Простецких боссов нет в принципе Есть просто Красный Который Мудак А есть стена Которая Более-менее Чувиха И вау Как эта электропушка Плохо бьет Вообще У нее практически Нулевой урон Это жесть Либо это у нас практически Нулевой урон В принципе Как у персонажа Но по-моему Это все-таки Именно электропушка Мы получим урон Естественно Да Ну Что я вам скажу Можно было играть лучше Но давайте Хотя бы не получим Несколько ударов Опа Хорошо Все хорошо Все отлично Все нормально Только Стена Нас Пьет Оп Перекат Хорошо Ооо Я не люблю находиться На правой стороне Во время боя со стеной Что наверное Моя большая слабость То есть это у меня Множество проблем Вызывает то Что я только на одной стороне Люблю драться с ней Вечно Попадаю в какие-то Неловкие ситуации Она умрет сегодня Или нет Вау Она почти Довела нас До конца Это Это очень плохая ситуация Это значит Что у нас Ничего хорошего не происходит В нашем забеге Знаете Что было бы идеально Миорелаксан Вот сейчас у нас М1 появилась И плюс На электрооружие Тоже действует Ну конкретно На эту электропушку Тоже действует Миорелаксан Если бы он нам выпал Я был бы счастлив Просто Просто от радости Выпрыгал К сожалению Его пока что Не виднеется На горизонте Нет Ну а что сделаешь Зеленый сундук Дает нам Хорошее оружие Я счастлив Его приветствовать В нашем доме И Давайте тогда Пойдем дальше Ну вот это оружие Вот это уже Вселяет в меня Уверенность Это пушка Это норма С этой пушкой Я уже готов Идти на лича Она его полностью Не убьет И Будет убивать Довольно долго Но Убьет Рано или поздно Хотя бы Две фазы Ей можно убить Наверное Следующий сундук У нас будет Спасибкой Это хорошо Потому что Мы можем его открыть У нас есть для этого Ключ в магазине Ууу Броня Просто в комнате Это очень Очень большой дроп Для нас Очень большой Восемь брони Ну да Восемь брони Это Не совсем то Что хочется Может надо было Стену Покс пушкой бить Как вы думаете Возможно Возможно Покс пушку Уже скоро Перезаряжать Надо будет Блин Жесть Ооо Секретка Так Откроем Наверное Сначала Сундук В нем У нас будет Нам нужно Доспехи Ключи Хорошо Ооо Темные очки Не супер круто Прямо сейчас Но может быть Вполне полезно Так И у нас есть Халявное открывание Секретных комнат В секретной комнате У нас Броня Окей Окей Это тоже хорошо В принципе Здесь все Подумать над тем Не хотим ли мы Что-нибудь продать В В зеленого Селезняка Очки Если честно Можно продать Очки Купить Что Патроны На Покс пушку Чтобы она у нас Не закончилась Ммм Или продать Какое-нибудь Оружие Ненужное Я очки Оставлю Они увеличивают Крутость Крутость Увеличивает шанс Дропа в комнатах Так что Я рассуждаю так Что с увеличенным Шансом дропа Нам более вероятно Что выпадут Патроны Сами Бесплатно Так что Сделаем так Пока что Я хлебнул Еще кофе Чашка Наполовину Пуста И поехали Окей Берем Маленький Бомбардир И погнали Бум шоколака Умрите Твари Бум 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 Оу Не 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 Ты не понимаешь Иди Иди в пропасть Почему я начал стрелять Стартовым пистолетом Хороший вопрос Хороший вопрос Во первых Я уточнил Что это не пистолет Это рука робота Да Так что Никакой ты не пистолет Не надо тут меня путать Я знаю Что я делаю Мама А нас лечат Не те врачи Мама Кошка идет Кошка Зачем 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 тебе ходить Когда я записываю Кошка Я понимаю Что у тебя мозг Размером с грецкий орех Ты ничего не понимаешь Но все равно Вау Замедление времени От темных очков Только что спасло нас От получения удара Правда я не в ту сторону Покатился Но все равно Ну Я буду считать Что темные очки Нам добавили Здоровья Добавили нам Один брони То есть Поэтому темные очки Сто пудов Не надо было продавать Это было абсолютно Правильное решение А кошка Чуть не стоила мне Брони Поэтому кошка Твоя цена уменьшается На 20 копеек Сегодня Отличная комната Кстати С маленьким бомбардиром Ничего так Можно заходить И начинать комнату Со взрыва И сразу Замедлять время И Какая-то Лишняя доля секунды Будет для того Чтобы Разобраться В происходящем Как мне нравится То что тут происходит Вы не представляете Прямо таки Кайф ловлю Если бы у нас Не было Покс пушки Я бы не знаю Что мы делали Ну мы кстати Вскоре узнаем Что бы мы делали Потому что Она заканчивается Стреляйте Ублюдки Давайте Рискните Сучки Почему я стоял Почему я просто Смотрел на него Вместо того Чтобы уклоняться Не знаю Какая плохая пушка Ооо Детка Патроны Электропушка Первым делом Идет на скармливание Знаете что Для этого я ее Нахрен потрачу Потому что Чую Чую я Что не хочу Я ее видеть В своем арсенале Хочу что угодно Другое видеть Магазин Ракетные пули Призрачные пули Позвонок И патроны Никакой брони Вообще Окей На самом деле Это неплохо Потому что Ракетные пули Рулят Позвонок Тоже пойдет Короче Либо ракетные Либо позвонок Призрачные Ме Окей Ожерелье Зубов Имитатора Кольцово Сундучного Вампиризма Это все бесполезно У этого парня Для нас Все бесполезно Ожерелье Зубов Имитатора Если бы два ключа Прямо сейчас Были бы Я бы подумал Но Не более того По моему Ну Не по моему А точно На нас Не будет работать Кольцо Сундучного Вампиризма Потому что У нас Нет красных Сердец Наверное Ракетные пули Лучше чем Возможность Купить для себя Еще одно Оружие Которое Мех Качество Да Потому что Ракетные пули Они увеличат Точность Ну Эффективно Увеличат Нашу точность Они У них нет Увеличения Точности В статах Но за счет того Что пули Быстрее долетают До противника Соответственно Больше Количество Этих пуль Попадет В противника Так что Да Я думаю Это хорошая идея Ну Я подумаю Насчет Вот этого Я подумаю Скорее всего Знаете Что Мы не будем Покупать Патроны В магазине И надо С этим Смириться Только Если нам Чемодан С деньгами Из сундука Не выпадет В принципе Я Не против Как нибудь Перебьемся Но все Так Ты Это Делаешь Сука Вау Да вы У шлепки Сговорились Да Вы видите Что происходит Вы видите Эту комнату Кто Придумал Эту комнату И молоток И гребаный Молоток За нами Вау Я в шоке Это Самая Адская Комната В мире Толпа Опасных Противников Молоток И Этот Демон Еще Постоянно Пытался Нас Убить Окружая Нас Своими Руками Ну Пойдем На дракона Что я вам Скажу Будем Его глазной Пушкой Мочить Это самое Лучшее Наше Оружие У нас Лучше Ничего Нету Для Убийства Дракона И Даже Эта Пушка Так Себе Ну Тут Я Наверное Преугличиваю Насчет Так Себе Она Действительно Очень Хороша Тут Главное Не Протыкать Вот Эту Единственную Пустышку Которая У нас Есть Но Вроде Мы Справились С Задачей Вроде Пустышка Была Использована По Назначению А Теперь Вопрос В том Сможем Ли Убить Его Раньше Чем Он Второй Раз Решит Кинуть Ножи Потому Что Если Он Еще Раз Кинет Ножи То Сливай Воду Правда Я Урон Уже Так Умудрился Получить Но Вау Вау Какой Плохой Перекат Хорошо Все Все Нормально О Не 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 О Мы Его Добили Отлично Замечательно Подсказуем Не Будет Может Даже Еще На Призрачные Призрачные Плюс Ракетные Звучит Круто Да Почти Насобирали Уже Ну Ладно Закончим Этот Этаж Постараемся Открыть Оба Сундука Может Секретку Найдем Может Там Будет Миллион Броней Секретки Так Вот Эта Тварь Ее Надо Убить Прям Сейчас А Нет Блин Чето я Вообще Тупанул В этой Комнате Это Чисто Мой Затуп Был Тут Ничего Не Скажешь Ничего Не Скажешь Красные Здоровки Ну Ладно О Патрончики Так Это Для Ока Пойдут Хорошо Все Покус Пушка Где Ты Вот Так Ну Не знаю Особенно Вот В таких Комнатах То Что Мы Не Способны Их Очень Быстро Зачистить Это Меня Печалит Вау Вау Убей всех Убей всех Второй ключ Хорошо Можем купить Отжерелье Из зубов Имитатора Но Я думаю Нам лучше Сейчас Просто Открыть Эти Сундуки И все Окей Движок Пришельцев Ммм Начинает Появляться Интерес Ну В смысле Интересное Оружие Которое Необычно Действует Но Проблема В том Что Скорее Всего Это Нас Не Спасет То Я Не хочу Впадать В уныние Но Три Красных Сердца Три Ой Три Брони Когда Идешь На Адский Этаж Это Очень Мало Это Очень Мало Ну Я Сам Виноват Что Он Пропускал Удары Но С другой Стороны Как бы Вообще Не пропускать Удары Ну Есть Наверное Такие Профессионалы Которые Никогда Не пропускают Удары От всех Атак Уклоняются Но Я же Человек Наверное А может И нет Вы Никогда Не узнаете Правду Так Что Я не то Использую Умри Умри И Ты Умри Пожалуйста Прошу Тебя Хорошо Хорошо Что вы Все Умерли Наверное Пора Прекращать Использовать Бомбардир Он Уже Плох Он Мало Урона Наносит Движок Пришельцев Тоже Надо Прекращать Использовать Но К сожалению Тут Я не могу Ничего С собой Сделать К сожалению Здесь У меня Воли Абсолютно Нету По Этому Вопросу Тут Нельзя Меня Невозможно Остановить Если У меня Есть Движок Пришельцев Я его Использую Всегда В любых Случаях И Собственно Останавливаться Не собираюсь Еще Один Зеленый Сундук Вау Окей У нас Появляются Шансы Намедренная 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 Кобура Набедренная Кобура Если бы Вот здесь Блин Было Что Нибудь Что Нибудь Чтобы Пополняет Нам Броню Ну Возьмем Ракетные Пули И Пойдем Посмотрим С ракетными Пулями Мы Можем Наносить Кучу Урона Просто Кучу Интересно Работает ли Набедренная Кобура С Оком Очевидца То есть Получается Ли так Что У нас Будет Два Глаза Призываться При Перезарядке Я Скажу Что Это Вполне Возможно Это Вполне Возможно Ха Тогда У нас Не все Потеряно Далеко Не все Потеряно Если Ситуация Такова Если Ситуация Такова Хм Какие У нас Еще Оружия Однозарядные Эта Винтовка Нет Движок Естественно Нет Маленький Бомбардир Ну Ну да Маленький Бомбардир Но он Не Однозарядный Кстати Он Просто Будет Дополнительный Выстрел Делать При Перезарядке Но его Можно Перезаряжать После Каждого Выстрела И В принципе Будет Неплохо Вообще Это Нормальная Штука Которая С любыми Оружиями Нам Бонус Дает Это Не то Что Там С Некоторыми Оружиями Она Вообще Бесполезна Кабура Это Но С некоторыми Оружиями Конечно Лучше С некоторыми Хуже Может М1 Надо Попробовать Пау Знаете Что Ребята Влососните Моего Тунца Ага Вот так Вот Так Ну Теперь Я не знаю Что делать Теперь Нам Хана Нет 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 Ядом Ядом Не надо Получать Урон Потому что Я продал Иммунитет к яду И буду чувствовать себя Дебилом Я уже чувствую себя Дебилом Потому что Да Иммунитет к яду Спок с пушкой Это было бы шикарно А я Идиот Ладно Хорошо Самое лучшее оружие Самое лучшее оружие Это Наверное Револьвер Весельчака И Движок Пришельцев Заходим С движком Пытаемся Убить Одного Самого Опасного Противника О мой Бог Это Жопа Ох Вау И вы Здесь Да А в общем Одна броня Осталась Ну Когда Твое Самое Лучшее Оружие Это Револьвер Весельчака Это О чем То Говорит Да Ян То О чем То Говорит Это Говорит О том Что Этот Забег Отстой И Револьвера Весельчака Нам хватит Кстати На две Комнаты Ну Ладно Патроны Выпали Окей Хорош Хорош Ныть Собственно Сам Револьвер Тоже Не очень Хорош Может Тогда М1 Может М1 Хорошее Оружие У нас Большинство Противников Тут Будут С одного Выстрела Умирать Да У нас Кстати Нету Пустышек Окей Мы живы Пока что Где этот Ублюдок Где он О Мой Мой Бог Где он Иди в жопу Козел Игра Дропни меня Броню Ну или Пустышку Пустышка Тоже пойдет Но К сожалению Шансов Нет Не может Быть Что нам Надропается Столько Брони Вот Все равно Нам бы Не надропалось 5 брони Да Или сколько Нам нужно Для убийства Лича С одной броней Лича С такими оружиями Я бы не убил Хотя Глазная пушка Может наруливать Ну Не знаю Шансы были Наверное Но я их запорол Раньше Чем Мы дошли Далеча Вообще-то Вообще-то Забег Был интересный Не слишком сильный Но не слишком слабый Конечно Не хватало Чего-нибудь Супер сильного Например Какого-нибудь Хорошего Активного Предмета Ну ладно Завтра мы начнем Заново Серию побед Попытаемся Получить Поиграем Пилотом Окей А пока что Я надеюсь вам понравился Этот забег Если это так Ставьте внизу лайк Очень-очень помогает Хотите смотреть продолжение Конечно подписывайтесь Я благодарю вас за просмотр Мы с вами обязательно Увидимся в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok